всем привет друзья с вами ему ману что же пришло время для бомбезного ролика сегодня я покажу свои катки на 1250 если конечно вам это интересно то обязательно ребята смотрите роли до конца потому что только тут вы сможете увидеть крайнюю карточку как я apple свою by на 35 максимальный ранг с черным значком все-таки божья коровка скин это леди баг да некоторые называют так этот новый скин но чтобы вы понимали черный значок с этим скином это просто офигенное зрелище так что обязательно смотрите ролик до конца и вы сможете это увидеть единственный нюанс очень грустно было что я все это пытался записать живую но был нюанс именно с айпадом то есть прикол в том что мой ком был выключен потому что уже была поздняя ночь я фиг знает до скольки не спал очень много времени на это все потратил потому что сами понимаете матчмейкинг на таких кубасах просто лютый иногда до 10 минут но если вы не в курсе то я вам расскажу вы играете бой порой быстрее нежели чем там матчмейкинг раз пять раз десять быстрее иногда вы можете победить за минуту 20 а ваш подбор может доходить до 12 минут это просто жесть и я реально я когда apple это был пока то ли это было сэнди мы рекордное время сидели 11 минут в подборе просто вдумайтесь ребята вот сколько можно каток сыграть за такой период времени это очень жесткая тема так что ролик очень потный будет обязательно досмотрите до конца но в общем погнали это наша первая победа и давайте покажу сколько здесь у нас кубасу 1210 я соберу самые интересные каточки поехали теперь у нас на очереди такие команды которые играют довольно таки не стандартным пиком если вы думаете что побеждая рандомов легкое дело иногда я соглашусь но порой такие нестандартные пики которые но ты в турнире никогда не возьмешь ну а здесь они просто берут от безвыходности допустим у тебя там мортис на 950 плюс и ты хочешь его апнуть с рандомами на косаре ты идешь тупо фиг знает с кем не знаешь против кого кинет и так далее но вот такие моменты иногда собирают такие лютые прям пики что контрят просто со всех сторон поэтому можно там победить не супер топовые тима не супер топовые пики два три раза подряд но стоит тебе один раз слиться все все твои старания напрасны на 1200 плюс если кто не в курсе дают плюс 3 а забирают минус 12 то есть если вы хоть раз проиграете ребята то примерно потеряете если не будете после этого проигрывать ни разу примерно потеряете от 40 до часу то есть если вам слили кубки минус 12 вам чтобы вернуть их нужно победить четыре раза ну а подбор сами понимаете иногда не самый хороший ну короче 40 минут это минимум в общем у нас как видите по флангам карл и дэрил это два имбовых бравлера но а я на медуз тайной единственный нюанс что тары иногда тоже может люто сконтрить и тяжелее всего я считаю мне было против пенни потому что по не поставит пушку подожмет и потом начинаются проблемы это 1213 едем дальше к сожалению ребят многие повторы потерялись у меня была одна такая катка где мы играли до 25 гемов и все потому что я уже тупо засыпая не понял что если я сейчас солюсь то я там два гема и счет будет там 12 12 что-то в этом роде блин после этого такие напряженные моменты были не знаю если бы мы эту катку слили то я бы просто наверное игру закрыл бы и пошел бы спать потому что это лютый бред был и гляньте ребята пик против нас это пенни и будет очень потная катка так что давайте посмотрим что здесь будет происходить карл стоит на карла я сразу помогаю карлу он закинул ульту я тоже немного покоцал дэрил залетает надырила но к так как дэрил знает что у них стоит пушка он просто не спешит он понимает что это пушка я будет накидывать и вылетает на меня сбивает мне медовую броню я пытаюсь хоть как-то выжить накидываю заморозочка но как вы знаете медовая броня лютый имба и поэтому надо газовать дальше чтобы вы понимали она может просто даже бы к остановить если она накинет пару тык заряженных потом заморозит и немного отойдет чтобы ее прям в упор не фигачили то она может зафигачить даже бака и погнали смотреть дальше здесь дэрил очень неплохую суету наводит он забайтил пушку переставить так как пенни испугалась что я сейчас завалят и теперь пушки нету теперь отличный момент для того чтобы выкурить их из центра и джейсон у джейсона из ульта он накидывает закидывает еще одну тыку и полетела атаковать сразу убивает дэрила убивает пенни пытается собрать гемы но к сожалению у вражеского карла есть ульта во первых а во вторых она так сказать пенни которая потеряла гемаса она раскидала их прям по разным сторонам и не особо хорошо для джейсона но в любом случае это был хороший маневр для того чтобы отвлечь как увидели дэрил там у них на базе посидел потом прыгнул на трамплин улетел и сейчас он тоже собирается улететь это была очень жесткая катка когда ты играешь на таких кубасах ты понимаешь что ответственность большая и напрягающая порой люто прям сердце стучит как мотор окей теперь у нас еще одна будет очень потная катка потому что здесь два имбовых правилера но и джин это тоже очень жесткий мид джин просто постоянно накидывает даже если он не видит он может просто помели тычки попадать постоянные просто постоянно коцать здесь у них еще и тара и сэнди но и давайте посмотрим что из этого выйдет я я в принципе не заморачивался никогда там чисто попадать заряженными выстрелами я просто по кд накидал как можно больше раз и смотрите сэнди выходит и она мне сбивать медовую броню и меня здесь джин случайно зацепил но все-таки дэрил залетает не дает пройти фланг и пацаны гемы стараются не собирать потому что но они тогда смогут спокойно дальше рождь здесь затяжка джина но я вовремя отошел и не знал что-то оружие здесь чисто чисто чуть не подумал что она именно с этой стороны идет и меня опять убивают потому что медовую броню сбили ну а как я говорю джину не обязательно там просто пкд попадать достаточно слегка задеть и этого уже хватит но тем временем 90 мы пытаемся удержать утар и тому же ульта уже опасно просто так бегать я пытаюсь здесь немного накинуть заморозить ее но не попал и в итоге пока она отвлекалась на меня в углу дарил вышел и добила но у джина из ульта и лезть вообще крайне нельзя хотя у меня есть медовая броня но у тары есть ульта и поэтому рисковать не стоит остался буквально таки один гемас чтобы его забрать джейсон два раза попадает по таре и таро уже отступает немного дэрил забирает гем и сваливает на улице но у них у двоих еще есть ульта так что расслабляться вообще прям ни капельки нельзя до последнего тут пока игра не закончится все еще впереди и гляньте меня затягивают джейсон сразу атакует сэнди закидывает ульту меня тоже коцает но я еще и заморозил и джейсон в итоге добивает всех выживших забирает гемы и это ребята почти победа осталось чуть-чуть отдыхаться как я и говорю никогда не стоит прям расслабляться до последнего вот мы если там где-то футболе можем трикшотить и так далее у нас есть одно лютое правило и мы всегда с джейсона придержимся его и если мы играем на 1200 плюс мы никогда не будем там прикалываться шутить там рисковать и так далее все играй всегда играем на максималку и вот она самая крайняя к . ребята осталось буквально таки одну победу сделать и у нас здесь пенни еще и с фрэнком опять нестандартная и это довольно тоже жесткий пик представьте что будет если бы не сейчас соберет пушку потом фрэнк будет охранять эту пушку это просто гиги и получается дэрила убивает он что не дали пройти я тут пытаюсь понимаю что фланг они там люто засели пытаюсь джейсону помочь закидываю заряженный выстрел сразу замораживаю пенни и в это время прилетает дэрил дэрил прилетает забирают все четыре гемаса и джейсон уже добивает сэнди несмотря на дым фрэнк приходит но как я понимаю у сэнди если я не ошибаюсь если память не изменяет у нее хилка стоит убивает фрэнка на пенни все-таки смогла его добить и я вижу что здесь сэнди идет но сэнди не спешит лезть и поэтому я решил тоже ульту пока не тратит немного закоцал и вот здесь я не знал что фрэнк уже здесь но я очень вовремя отошел и это чисто на рефлексе решил не знаю я не знал что она там я просто решил сменить немного позицию дабы пенни по мне не стреляла и как же мне это спасло жизнь хотя не факт у меня еще медовая броня была но все же рисковать сами понимаете когда остается одна катка и как на зло это остается один кубас у меня сейчас на данный момент 1249 берил здесь джейсон убивает двоих и это победа ребята это победа и давайте заценим самые интересные кадры они у меня так сказать немного обрезанные потому что ipad все-таки накосячил не сохранил вот она крайняя победа плюс 3 и у меня 1252 к сожалению у меня нету с фрагмента самого как загружаются эти кубки но мне дали поинтов star point of 600 далее я добил 120 к звездных поинтов это очень круто будем ждать новые скину но возможно кого-то еще на 35 ранг тоже прокачаем но если ребята вам этот ролик понравился то обязательно закидывайте лайк потому что просто затяните черный значок и красно-черный скин это просто офигенно очень круто выглядит я прям сижу и кайфу и не зря я там не спал до 3 до 4 ночи и так далее все это оправдывает так сказать эту радость которую видишь после того как все успешно случается для тебя в общем всем удачи ребята и всем пока